Не один я делаю крутые обзоры наборов Лего на Ютьюбе. На канале Покупалкин ребята в крутых костюмах расскажут вам о самых интересных новинках Лего, выяснят кто круче, Бэтмен или Супермен, и закидают подлых свиней злыми птичками. Подписывайтесь на канал Покупалкин и участвуйте в розыгрыше призов. Вы сможете урвать наборы Ниндзяга, Некса Найтс и Супергероев. Ссылка в описании. Всем здорова, ребята! Сегодня мы посмотрим вот этот набор с Чёрной Пантерой. Преследование Чёрной Пантеры. Он называется на английском Black Panther Pursuit. Pursuit — слово, которое я никогда не произнесу правильно по-английски. В артикул 76.047 и в нём 287 деталей. Это последний набор, который я успею показать до премьеры фильма, но у нас останется ещё один отличнейший набор с огромным человеком-муравьём. Ладно, не будем терять времени. Погнали! Уже знакомый нам дизайн коробочки. В наборе обещаются быть Зимний Солдат, Капитан Америка и, конечно же, Чёрная Пантера. Здесь мне ценник наклеили прямо к Кэпу на лицо. Ну и цены у нас сейчас прям кошмар какой-то. Сзади тоже всё довольно-таки обычно и знакомо, разве что вот здесь вот есть картиночка с Капитаном и баки рядом. Они стоят такие вместе. Пакетов с деталями здесь было три штуки. Инструкция одна. Комикс, который мы с вами уже смотрели. И наклейки такое, среднее количество. В наборе три мини-фигурки и две из них уникальные, что тоже довольно-таки неплохо. Вот такой Капитан Америка. Прическа у него здесь новая. Два выражения лица. Скептичное. И такое разозлённое. Прикольное лицо, кстати. Одену даже ему прическу, посмотреть, как он выглядит злым. Забавный парень. В целом, ничего такого особенного, помимо прически, пожалуй, тут нет. Коричневые перчатки, разве что. Щит, как обычно. А вот Чёрная Пантера уже интереснее. Весь в чёрном. Всё чёрное. Руки, ноги, тело, голова. Всё вокруг чёрное. Всё покрывает костюм. Принт такой серебристый. Спереди. Сзади тоже серебристый. Сзади головы есть принт. И спереди головы. Сверху вот такая нашлёпка забавная. Напоминает сразу Дарта Мола из Звёздных Войн. У него подобная вещь тоже в комплекте имеется. Кстати, деталька маленькая. И поэтому в наборе их две штуки. Так что вы можете взять любого другого супергероя и моментально добавить его в команду Чёрной Пантеры. Сразу будет понятно, за кого этот парень. А вот Баки Зимний Солдат попадается в ещё одном наборе этой же самой подсерии про гражданскую войну. Как раз-таки в большом наборе с Человеком-муравьём будет точно такой же. Я думаю, там мы его и разыграем. Сзади у него есть принт на теле. Спереди такой тоже серебристый. На руке есть принт. Кстати, это рука серого цвета. Это чёрного. Перчатки тоже чёрные. В руках такая вот пушечка. Что не очень характерно для Лего. Они не часто выпускают пушки, похожие на настоящие. Так что возьмите на вооружение в прямом и переносном смысле. Давайте посмотрим второе выражение лица. Тут он более довольный. Редко Лего ставит основным выражением лица. Какое-то разозлённое. Но, видимо, Баки очень сильно недоволен тем, что его хотят изловить. Все три персонажа данного набора имеют своё собственное транспортное средство. Но начнём мы с малого. На вот таком красненьком мотоцикле Баки пытается удрать от самолёта Чёрной Пантеры. В целом-то ничего особенного. Просто мотоцикл. Особо никаких деталей мелких в нём нет. Только вот фонарь, никаких наклеек и ничего особенного. То есть классический такой Лего мотоцикл, я бы даже сказал. А вот у Кэпа дела обстоят поинтереснее. Джип с наклейками Task Force с обеих сторон. Есть наклейки с номерами спереди и сзади. Ничего лишнего. Джип такой забавный. Чёрно-синий. Такой стильный довольно-таки. Боевой джип. У него вместо стекла здесь просто какая-то решётка. Сами видите, да, что нет никаких особых деталей. Таких мелких, опять же. Но мне нравится. Здесь у него есть ракета, которая на пружине. Можно прям рукой мини-фигурки её нажимать. И она вылетит вперёд. Эти ракетки мне нравятся, потому что стреляют они здорово. Всегда радуюсь, когда их добавляют в наборы. Ну и главное блюдо этой коробочки — самолёт чёрной пантеры. Тоже выполнен в такой строгости. Как и весь набор чёрный с тёмным-фиолетовым использовали для создания этого самолёта. Внутри, кстати, много деталей самых разных цветов, но их не видно. Лего любит так вот сделать. Напихают всевозможных деталек, но на внешний вид это никак не влияет. Но зато собирать всё-таки интереснее. Снизу два статшутера есть. Здесь наклеечки. Шесть штук. Три на одном крыле. Три на другом. Что-то на пантерьем, видимо, языке написано. Ещё одна наклейка в кабине. Вот здесь приборная панелька. Сам чёрная пантера. Классно! Мне очень нравится, во-первых, цветовая схема. Во-вторых, углы вот этих крыльев, как делались. Ну, как бы весь дизайн целиком. Хвост вот здесь. Мелкий такой элемент. Здесь фиолетовый торчит. Здесь, там, вот там. Здорово! Здорово! Есть вот такие приятные зелёные детали в кабине. Они тоже есть. И ещё одна важная деталь в кабине. Просто без неё никак. Это огнетушитель. Вот такой красный огнетушитель здесь находится. Не буду его вытаскивать. Потому что чувствую я, что отсоединится только верхняя часть. Но теперь вы знаете, что Чёрная пантера соблюдает все нормы безопасности. Если вы увидите сцену в фильме, как Чёрная пантера терпит крушение, самолёт загорается кругом взрыва, и тут этот герой с огнетушителем просто выбегает откуда-нибудь, начинает всё тушить, чтобы... Чтобы не загорелось что-нибудь ещё важное, чтобы окружающая среда не пострадала, чтобы сохранить остатки самолёта, не удивляйтесь. Не удивляйтесь, это абсолютно нормально. Даже супергерои заботятся о таких вещах. Знаете что, это тот пример набора, который многим может не понравиться, потому что он не слишком детализирован. Весь такой строгий, мало мелких деталей, которые бы могли сделать его интереснее. Но мне это даже нравится. Не знаю, какой-то он стильный что ли, какой-то он даже, я бы сказал, немного взрослый. И у меня к нему, пожалуй, претензий за это не будет. Опять же, мини-фигурки. Только здесь вы можете получить Чёрную Пантеру. Здесь уникальный Кэп, которому вообще фильм посвящён. Ну, по крайней мере, в линейке именно Первого Мстителя же выходит это самое противостояние, это самая гражданская война. И поэтому всё, мне кажется, с ним в порядке. Я рекомендую однозначно. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам было так же интересно, как и мне. Впереди у нас ещё много всего интересного, так что оставайтесь на связи. Пока. Помните, в какой-то момент Flappy Bird просто взорвала рынок мобильных приложений? Теперь у игры появился шанс произвести настоящую революцию в гейминге. Ведь благодаря стараниям человека, которого YouTube знает под ником Balazs Bank, вы теперь сможете насладиться игрой на своей электронной сигарете. Продолжение следует...